МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Простой, тяжелой судьбой, впрочем, характерной для большинства наших боксеров-профессионалов, российских, русских боксеров-профессионалов. Итак, Дмитрий Кириллов по прозвищу Малыш. Привет, Дима, рада тебя видеть в студии. Да, взаимно. Ну и сегодня поговорим о многих интересных, вкусных вещах. Раскроем страницы энциклопедии российского, советского профессионального бокса. Давайте сначала посмотрим досье на Дмитрия Кириллова, вспомним о его биографии, а затем вернемся в студию. Поехали. Дмитрий Кириллов, российский боксер-профессионал, мастер спорта России. Чемпион мира среди профессионалов во втором наилегчайшем весе. На профессиональном ринге провел 37 боев, в которых одержал 31 победу. Воспитанник легендарного тренера Игоря Лебедева. Представитель агрессивного, наступательного темпового стиля. В ринге носил прозвище «Малыш». Дима, вот видит Бог неумышленно такое совпадение, но где-то за последние полгода у нас здесь, на этом диване, сидело несколько человек. И так получилось, что все они воспитанники выдающегося питерского тренера Игоря Михайловича Лебедева. Мы постоянно повторяем эту фамилию, хотим, чтобы люди запомнили ее. Это наша принципиальная позиция. Расскажи о своем знакомстве и работе с этим уникальным специалистом. Напомним, что работал он с Иваном Кирпоек, Ромой Кармазиным, братьями Артемьевым. То есть это целая история, да? Чемпионом спартакиада Антоновым. Ну, скажу, что у вас на диване сидели и не менее легендарные личности. И, конечно, для меня тоже большая честь сейчас присутствовать здесь, у вас на передаче, на этом диване сидеть. Наконец-то я все-таки доехал и приехал к вам в гости. И, конечно же, вспоминая Игоря Михайловича Лебедева, могу сказать, что это наш был отец, общий отец. И все, что мы показали на профессиональном ринге, отчасти процентов в 60 заслуга Игоря Михайловича Лебедева. Я говорю о победах. Он сделал столько чемпионов среди профессионалов, сколько не было. И это было в одном городе, в Санкт-Петербурге. Я Роман Кармазин. Ребята, боксировавшие на уровне достаточно высоком Иван Кирпо. Как о человеке, Лебедев для меня был ближе всех, наверное. И у нас была какая-то с ним взаимная, тесная, тесный контакт, более тесный, чем у кого бы то ни было, чем у Ромы, у Вани. Вот, поэтому я могу только говорить хорошее об этом человеке. И очень долго могу рассказывать о нем. Дима, вот я хочу вот что сказать. Правда ли, мое ощущение, что Игорь Михайлович Лебедев – это один из вымирающих, а может быть уже вымерших, увы, категории тренеров-энтузиастов, у которых ничего, кроме бокса, не было. Он досконально знал бокс. Вот Рома Кармазин рассказывал, что он был и диетолог, и специалист по физической подготовке. Так получилось, что у него там семейной жизни не заладилось, и ничего, кроме бокса, в его жизни не было. Так ли это? Это так. Практически все знаете о нем, да. Человек, по сути, одинокий был. Только ученики бокс. И он, конечно, был любитель красивых женщин. Он одинокий, но он любитель красивых женщин. Такой стиль. Стиль, да. То есть бокс, женщина. И, ну, в большей степени еще большое количество алкоголя, что, конечно, отразилось на его работе, но не было бы этого, не было бы он тем, кем мы его знаем. То есть, в принципе, и Рома Кармазин признал, что Игорь Лебедев – это такой вот русский гений, да, с русской болезнью выпить. Но, тем не менее, даже вот учитывая некие состояния пограничные, да, которые сопутствовали употреблению, да, напитка популярного в России, он умудрялся какие-то открытия делать, да, помогать вам, секундировать. И это все такая неотъемлемая часть его натура. Даже в состоянии очень глубокого, извините за выражение, алкогольного опьянения, он, выходя в ринг, выводя боксеров своих в ринг, он мог сказать тебе то, что в корне изменит поединок и приведет к тебе победе. И, как бы, ну, вот, кажется, человек просто уже, ну, все, как он, невозможно, да, его практически, я его вводил в углу, не он меня вводил на бой, а я его выводил. Но он мне сказал, я пошел и сделал, и все. Угадал, подсказал, как Ромя сказал, работать по корпусу, да, и… Там это не угадывание, это… Профессиональное понимание. Глубокое понимание. Это глубокое понимание, да, на опыте, на каких-то основ бокса, на примерах, ну, на чем угодно, не знаю. Дим, вот если сравнить его с такими звездами, как Роуч, как Атлас, ну, звезды мирового профессионального тренерского ремесла, что можно сказать о Лебедеве? Это наш… Вот Атлас у нас, пожалуйста. Это наш русский мужчина, я знаю Роуча, слышал об Атласе, там, ну, Лебедев, это немножко другое, это, ну, опять же, я говорю, для меня отец, и немного другое в понимании, то есть, это человек, который не только бокс, но он и жизнь твою строит, выстраивал, да. Вот, Фредди Роуч, мы потом о нем поговорим у нас в кадре, тоже у тебя часть карьеры прислась на работу с этим величайшим тренером, который был недавно у нас на эфире. Ну, продолжаем работать. Ну, да, это тема отдельного серьезного разговора. Да, очень важно. Вот, Дим, я всегда был удивлялся, зная тебя, насколько ты в наилучшем смысле этого слова трезвый в самооценке человек. Скажи вот такой честный ответ мне дай. Ты был боксерским вундеркиндом, ты в 15 лет уже защитил звание мастера спорта России, или тогда в середине 90-х не шибко высокий был уровень средней бокса? Нет, уровень достаточно высокий был. На тот момент, честно вам скажу, мне не казалось, что я на... Я себя всегда не... Может быть, даже большую роль сыграли комплексы в моей жизни, и я себя недооценивал. И мне казалось, что все равно кто-то лучше меня и делают лучше. Люди выиграли чемпионат России по любителям. Мне казалось, я могу я быть, но мне не хватало чего-то, да, чтобы дойти. Да, я рано выполнил норматив мастера спорта, то есть я практически еще будучи юниором, был уже мастером спорта среди взрослых. Я выигрывал турниры среди мужчин. Но все равно этого... Мне не казалось это значимым вообще абсолютно. То есть это как проходной вариант для меня был. Была какая-то цель, ну, естественно, цель, это, наверное, побывать на вершине, побывать в эпицентре профессионально в Мекке профессионального бокса. И, знаете, сидя дома на диване, там, я внутри про себя думал, вот я могу, вот как оказаться, что, ну, я еще далеко от этого, но я могу там, интересно, смогу я оказаться там. Вы знаете, я побывал там и... Мы поговорим об этом позже. Да, я побывал на этом, но в тот момент все шло поэтапно и, знаете, опять же, благодаря Лебедеву, благодаря окружению боксерскому все звезды сошлись на том, чтобы все было так. То есть ты не был, у тебя звездной болезни не было, ты не считал себя вундеркиндом? Вы знаете, по мне многие считали, что я болею звездной болезнью, но потому что я, на меня многие в клубе приходили, я приходил на тренировку, я ни с кем практически, я шел, у меня была задача идти, тренироваться, работать. Ты был закрыт. Да, то есть я пришел, переоделся, минимум общения, только с кем-то определенный круг. А какие-то более молодые там что-то, я вот, ну, вот немного холоден был. И поэтому я знаю, что обо мне ходит такое мнение, что я, там, Кириллов ходил за звездившийся, там, ну, вот так вот. Но обо всех ходят, кто добивается успеха? Ну, я на самом деле нисколько вообще об этом не думал, потому что я действительно шел, я был на пахоте, на тренировках, я думал только о тренировке, о тех задачах, которые мне ставил Лебедев. Лебедев, хотя, скажу, я не был фанатом. Знаете, вот при всем, то, что мне задавал Лебедев, я не был фанатом, я мог расслабиться, я мог отдохнуть. Вариант Костя Дзю работы, да? То есть умение дозировать свои психические силы, физические. Да, то есть фанатизм, это не есть тоже, да, определенно, если хорошо, то есть нужно, ну, у меня это не было схемой, это было машинально, то есть мне хотелось, да, я там, но у меня была основа, да, тренировка, пахота, работа. Какие-то решения каких-то задач. Почему, например, вот вы говорите, мастером спорта я стал так рано? Потому что, знаете, я в угол, я выходил на мастерский турнир взрослый, будучи юниором, и Лебедев меня выводил, не в трезвом состоянии выводил, и, знаете, я садился в угол, боксируя с мужчиной, там, 20, садился в угол, и мне, я выходил после боя с разбитыми губами от, не от бокса, а от того, что меня Лебедев. В углу прессовал. Ну, это можно так назвать, но, на самом деле, он работал психологически, да, но я выиграл турнир, там, вот, на одной волне, юноша, только что юноша выиграл турнир на одной волне, ну, то есть это немаловажный фактор. Я просто хочу одну поправку унести, поскольку мы вот про Игоря Михайловича Лебедева столько много информации выдали, не считайте, что она негативная, просто это колорит этого человека. Это правда жизни бокса и ничего более, да, Дим, мы нисколько не унижаем, да, его честь, достоинство, его имя. Ну, так получилось, как вышло, да. Его знали таким, его знали таким, и он не был бы тем Лебедевым, если бы, там, не пил, не... Это не пропаганда алкоголя. Не пропаганда, да, просто, просто... Это не говорит, что каждый тренер... Надо здоровый образ жизни вести, но, тем не менее, принимать людей такие, какие они есть. Вот, Дима, тебя все до сих пор называют малышом, просто что было малыш, на профессиональном ринге... Такой уже крупный малыш сейчас уже немножко... Нет, ну да, но все-таки это имя уже зафиксировано в аналах боксерской истории профессионального бокса. Вот ты когда перешел во взрослый бокс, ты сказал, что уже боксировал довольно рано с мужчинами, с мужиками. Что ты почувствовал, какую разницу? Большая ли это была разница с точки зрения столкновения, да, боксеров в ринге? С точки зрения, наверное, было немножко, да, страшно. То есть, да, вы представляете, против тебя там 24-25-26 лет выходит боксер, а тебе там 17-18 лет, и, естественно, это мужчина, да, выходит в ринг. Ты еще ребенок, по сути, не окрепший, не сформировавшийся боксер. Но все-таки этот акцент на аэротехнику, ту, что давал Лебедев, она, наверное, играла большую роль и приносила победы. Ну, а реалии поединка с мужиками, потому что там уже много грязи появляется, всяких приемов, которыми ты раньше не был знаком. Они терпят, они уже там уже, они терпят, они могут выкидывать вещи, они могут огрызаться уже, там уже не детский бокс. Ну, я понимал, что я должен это пройти, иначе никак. Я, ну, я все равно шел и делал свою работу дальше. И все, я не останавливался, не размышлял о том, что вот так, тут надо как-то что-то, как же так, он же там какой-то грязный боец, нет. Дима, пока говорим об олимпийской, твоей олимпийской карьере, ты был в весе Сергея Казакова, да? Ну, я начинал в юниорском боксе. Сергея Казакова, мы сейчас смотрим, у нас брозовый призер. Знаю Сергея, да, видел его бои. Олимпийских игр. Видел его бои, был. Что можно сказать об этой весовой категории в те годы, и насколько она, так сказать, была для тебя поучительна с точки зрения твоего формирования боксерского стиля, почерка вообще? Вот, скажу честно говоря, сырой был, и, знаете, на тот момент, все-таки я для себя уже, и для Лебедева, и для определенных людей, я уже понимал, что манера ведения боя у меня все-таки более профильная. Вот мы смотрим Сергей Казаков, да, легких ногах, игровая работа передней рукой, да, то есть это не твое. К сожалению, не было у меня вот настолько любительской вот этой вот работы на ногах, челнок, передвижение. Мне хотелось встать, упереться где-то, подойти, поджать или наоборот. То есть у меня вот этого не было, и мне зачастую не хватало раундов. Вот в любительском боксе я опаздывал. Приходилось ждать, да, ждать. Ну, первый, я поздно начинал, поздно начинал, и первый, второй, первый раунд у меня практически это провал, а второй, второй я немного включался, третий я начинал только работать. А мы вспомним, что в олимпийском боксе, когда как раз в первых раундах набирали очки всегда, а потом уже удерживали результаты, когда четыре раунда боксировали. Как я себя не заставлял, на разминке меня уже, Лебедев, там, взрывайся, что ты вышел уже весь потный, уже весь в работе. Вот я сплю, первый раунд я хожу, смотрю, ну, примеряю противников. Ну, и зачастую оказывалось поздно. С опытными боксерами они, да, да, на очки меня, я не успевал, я не успевал. Хотя у меня всего шесть поражений в любительском боксе, и немного, да, по сути. И часть из них это в юношеские годы, да, я проиграл только Россию, проиграл, Кубок России проиграл. То есть самые, что не наесть, элитарные, да, соревнования? Ну, элитарные, да. Ну, опять же, мне в тот момент не казалось, что я там уровня какого-то серьезного. Серьезного уровня, я никогда об этом не думал, что я на... Я что-то вообще, я могу, опять же, возвращаясь к тому, что я... Я не думал, к чему я хотел стремиться, и я не думал, что я никогда-то окажусь там. И тем не менее, вот в 19 лет довольно рано, по нашим понятиям очень рано, ты переходишь в профессионалы, проводишь свой первый профессиональный бой. Вот из нашего сегодняшнего разговора интересная закономерность обнаруживается. Обрати внимание, все ученики Игоря Михайловича Лебедева, они добивались успехов. Конечно, он был заметный тренер российский, как тренер-любитель. Но самого большого успеха ученики Игоря Михайловича добились именно на профессиональном ринге. Да, Кириллов, Кирпак, Армазин, да и братья Артемьевы тоже самое. Дровали свою силу, да. Да, ярко себя проявили, хотя там, мы знаем, трагические обстоятельства были. Тем не менее, все признавали школу Игоря Михайловича. Скажи, ты правда был заточен конкретно и мечтал быть профессионалом? И ты говорил, что когда выходил против мужиков, это было как-то новое имя. Балдельно, психологически, да. А тут ты вышел вообще против профессионалов. Что ты чувствовал? Я был действительно, как вы сказали, заточен и заточен с юношеских лет и заточен тем же самым Лебедевым. Вы представляете, человек собирает каждые выходные у себя дома 5, 8, 10 человек. Ну, избран, кто на уровне боксирует. Человек работает, то есть он определенные показывает вещи на видео, да. То есть полный разбор идет боксеров-профессионалов, звезд именитых. Там, лучшие годы Реоя Джонса, там, Оскара Де Лахои. То есть массу Мухаммед Али, это его любимый боксер. И вот это мы просматриваем. И вот он каждый нюанс в замедленном повторе показывает. Смотрите. Каждый прием, да. Каждый прием. Смотрите, вот что он сделал. Смотрите, что это. Секунду, Дим, никого не напоминает тебе это? Это Казда Амата работал так с Майком Тайсоном. У него гигантская видеотека была у Казда Амата. И точно так же он работал с Майком Тайсоном. Вот того же Майка Тайсона. И причем, я говорю, что мы не смотрели просто весь бой как-то вот, ну, вот весь бой. Мы смотрели, могли смотреть 2-3 раунда, но он отматывал и показывал техническое действие, которое делал боксер. И что мы, и мы должны были прийти на следующий день на тренировку и выполнять это техническое действие, пытаться в зале. Такого не было никто. Это, ну, мы были еще любители. Естественно, он готовил в нас профессионалов, настоящих профессионалов. Максеров широкого профиля, да, уже? Но, возвращаясь к тому, скажу, что для меня лично и для, я думаю, для Ромы Кармазиной, для Вани большой толчок дал все-таки опыт в Америке. Вот то, что вы говорите, когда ты приходишь, и у тебя более старший соперник. И вот ты приехал в Штаты, а у тебя титулованные боксеры, филиппинцы, мексиканцы, пытаются... С большим опытом уже... Да, с большим опытом профессиональных боев. И вот эту профессиональную манеру ты пытаешься как-то... Вот ты действительно там, наверное, становишься профессионалом. Ты вынужден искать себя вот в этом разнообразии приемов, возможностей, да, ищешь свое «я». Да. Потому что там индивидуальность ценится. Там это не основа, да, вот я говорю, что... Но это помогло, это было каким-то вспомогательным средством, толчком, да. Вот, по крайней мере, в моей карьере, да, до звания чемпиона мира, хоть я не с первой попытки взял, но вот это мне много опыта мне дало. Вот это. Дим, у меня такой вопрос. Как ты вообще, вот, учитывая твою антропометрию, да, ты такой для своего веса довольно такой, напоминаешь, такой маленький танк мощный, большая голова, такие крупные ноги. Вот смотришь на твою работу, действительно, такой настоящий атлет, такой крупный мальчик. Вроде бы малыш, но очень сильный малыш, такой крепыш. Вот как вообще к твоему стилю в ринге все это подстраивалось? Учитывал ли, например, Лебедев вот твои особенности? Или ты работал в зале по общему заданию и так далее? Нет, мы, конечно, больше индивидуально работали. Когда уже на уровень вышли, естественно, мы работали отдельно. И учитывали все мои, я очень много веса гонял, ну, и мне было тяжело, но правильно, опять же, правильная постановка и правильный подход к подготовке к бою, он начинается не за месяц, не за два. К нему подходишь постепенно. И это и питание, это одна из частей, это режим, это, ну, это все. То есть отшельник такой становишься. Да, это все в совокупе, и, естественно, заранее подходя к бою, мы это не знали, нас этому учил кто, Лебедев. Знаете, как он говорил, пример, вот ты большая ездовая лошадь, которую нагружают, она трудится, вот ты должен трудиться, пахать, вот в межсезонье, да, там, мешки возить, тяжелые грузы возить. Но когда тебя выставляют на скачке, на лошадь, да, на скачке участвовать, ее сразу сажают на голод, на воду. И она, вот это, после вот этих мешков, она стреляет на скачках. Ну, в принципе, у боксера-профессионала то же самое, ты должен тяжело трудиться, делать такой объем, но к подготовке ты уже садишься на определенную там диету, ну, питание у тебя, размеренный сон, правильный режим, все, подход. То есть не должно быть такого, что я там занимаюсь какими-то делами, пошел на тренировку, приехал. То есть мы старались это делать. Не всегда получалось, потому что, ну, мы живем, у нас там быт, у нас там где-то учеба, где-то встречи, где-то общение, где-то, ну, то есть вот такой круговорот. Но у нас все равно, нам Лебедев привил эту основу правильного подхода, правильного режима и подготовки к бою. А по психологии победителя он прививал, потому что ты же должен понимать, ради чего ты трудишься. Задача же побеждать или получать наслаждение от процесса. Ради совершенства. Знаете, там побед не было. Знаете, сразу тоже фильм вспомнил «Легенды 17», по-моему, когда они выиграли решающий матч у американцев. Он говорит, а как вы могли пропустить, вы что пропустили три, а нет, там 4-3, по-моему, выиграли. И вы три пропустили в свои ворота. То есть они выиграли, а он говорит, что... То есть Лебедев все равно... Ну, это фильм тоже, не надо там, там, преувеличение масса. Ну, я говорю, что Лебедев... Мы говорим конкретно по работе с Лебедевом. Лебедев так же. То есть ты, у тебя победы, но он эти победы закрывал на них глаза. Он сказал, подожди, победа, а что ты вот сделал в этом бою вот так? А ты посмотрел, вот у тебя здесь ошибка, а вот ты вот видел там, а вот здесь так нельзя. То есть он лепил идеального боксера. Так нельзя, да, боксировать. Как так? То есть ты мог даже, еще в любителях, ты мог выиграть, но если ты выиграл, не решая задачи его там, да, или, ну, каким-то... То есть он тебе говорил, так, вот здесь ошибка та, 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 та. То есть ставилась задача, выполняя ее, ты получал одобрение тренера. Не выполняя, считалось, что это пустая и смыслная работа. У меня радости от побед на каком-то уровне их не было. У меня радость была от того, что мне там тренер сказал... Все вышло, все получилось. Да, да, да. То есть у меня победа и победа, ну, главное. Если я за победу, иногда мне было стыдно. Если я не сделал работу для Лебедя, у меня за победу было стыдно. Дима, вот наш традиционный вопрос. Будем долго вспоминать великую советскую тренерскую школу. Ее сила, этой школы, была в огромном многообразии национальных, региональных школ. Мы знаем, да, прибалтийскую школу бокса, московскую, некогда доминирующую. Потом украинская, казахская, армянская. И в то же время нельзя не упомянуть питерскую школу бокса. С легендарными Шатковым, Попенченко, Ленинграда, в Ленинграде начинал. Вот зал Шаткова на ваших экранах, пожалуйста, друзья, смотрим. Потом Яковлев, трехкратный абсолютный чемпион Советского Союза, работал в Питере. Ну и плеяда Игоря Михайловича Лебедева, все мы их называли уже неоднократно. Что ты можешь сказать о питерской школе бокса и ее флагмане, питерском «Динамо»? Вы знаете, я говорю, тот же Попенченко Валерий, где-то Лебедев, просматривая видео, нашел видеофильм. Работа с Кусикянцем, да? И там отрезок такой есть, когда Попенченко бьет назад, и такую мельницу сумасшедшую, что уходя назад, и человек падает лицом в ринг. Это он, по-моему, был нокаут англичанин, он нокаутил на чемпионате Европы. Выманил на себя и прокрутил мельницу, и британец упал навзничь лицом вниз. И лицом вниз, это глубочайшая нокаутка. Это, кстати, последний его турнир был. Он выиграл чемпионат Европы и ушел из бокса. Но вот этот кусок, он видео, мы просматривали и учились это Попенченко. Но это потому, что наша школа «Динамо» Лебедева, она Григорий Филиппович Кусикян, заслуженный тренер, да? Это как раз тренер Попенченко Валерия. Все вот здесь в одном клубке, и мы... То есть была основа, была основа, с которой мы двигались. То есть я пытаюсь сейчас эту основу дать новым спортсменам, эту основу, эту школу, да? Потому что после смерти Лебедева она... Ну, то есть все, некому больше... Распылилось уже, да? Да, я пытаюсь дать. А что касается наших питерских чемпионов, Шаткова, ну, это легендарные люди, это всегда, к которым, ну, относимся с уважением, приходим на турниры, награждаем, чествуем, вспоминаем. Это, ну, то есть только полное уважение к этим людям. Сегодня каково состояние питерской школы, поскольку ты все-таки работаешь и с профессионалами, и с любителями, и не можешь от бокса отойти. Вот на сегодняшний день, насколько Питер представлен сегодня и в сборной страны, и на подходах сборной страны, и вообще вот скоро турнир будет в Питере, значит, и каков уровень сегодня питерской школы бокса? Вот, знаете, сейчас эстафету принял профессионального бокса, лидера профессионального бокса все-таки был, я считаю, Питер, потому что столько чемпионов, столько шоу было, проходило там. Сейчас принял любительский бокс. Сейчас хорошая появилась у нас, так сказать, поддержка любительского бокса в Питере, и он в разы перешагнул профессионально. Я, я, приверженец профессионального бокса, я, конечно, переживаю за профессиональный бокс, мне обидно, почему нету, во-первых, нет тренеров, которые работают с профессионалами, нет, в принципе, и боксеров нет, но боксеры должны появляться с любителей. Можно, то есть, если есть тренер, если есть система, схема ведения боксера-профессионала, то это можно делать. К сожалению, в Питере ее сейчас нет. Любители вышли на хороший уровень. У нас сейчас в Питере, я знаю, 4 или 5 членов сборной страны, хороший результат на чемпионате России. Биво уже сейчас, Биво уже питерский, да? Питерский, конечно, Дима Биво очень хорошо знает. Чемпион России. Никитаев тоже питерский, да? Да, Никитаев тоже чемпион России. Тамилов, Никита, Дадаша. Ну, в общем, всплеск сейчас идет опять в том формате, который есть, да, он сейчас есть. Значит, и с профессиональным все будет нормально? Ну, будем надеяться. Ну, посмотрим. Я говорю, что я поддерживаю и любительский, и профессиональный бокс. Ну, как поддерживаю? То есть, я переживаю за него, я все время интересуюсь. Мне не безразлична судьба как любительского, так и профессионального бокса в Питере. Никита, давай вернемся к профессиональному рингу, к твоей карьере, поскольку ты являешься до сих пор звездой профессионального бокса для нас, для любителей профессионального бокса в России. Человек, который выиграл титул. Ну, начинаем, как бы, вот твой первый международный бой, по-моему, был с... Албанцем Абази, да? Ну, это был первый уровень, это был первый даже не чемпионский бой, это был уже... Там же чемпион Европы, по-моему, стоял титул, да, на кону? И, причем, ты выступал, по-моему, ты поднялся на вес выше. Да. С чем было связано? И это было твое первое поражение? Как ты вообще пережил это все-таки? Стремление побеждать у тебя было в крови, ты вышел, и вот... Сыграла злую шутку со мной немножко моя самонадеянность и самоуверенность уже на тот момент. Я шел так по ровной дорожке, так все чисто... 20 побед подряд было. Да, побеждал, и мне казалось, для меня Европа это проходной вариант, и я думал, что... Я уже смотрел на титул чемпиона мира, и... И все-таки ты поднялся на вес выше именно из-за титула? Нет, ну, знаете, вес выше там в Европе нет категории 52-200, в Европе есть 5800 и 53500, то есть в Европе я в рейтингах в 53 килограмма, 500 грамм стою. Но, зная про Спенда Абази, он спустился, он спустился как раз в 53, он боксировал в 55 или в 55... 55 или 57, он спустился в 53-500, чтобы отбоксироваться за не чемпиона Европы. И я вот столкнулся с такой коварной штукой, что вот эта самонадеянность, она сыграла со мной злую шутку, и мне не хватило... Не хватило мотивации, наверное, ну, или правильного подхода психологического. Я уступил титул по очкам в 12 раундах. Для меня это было, конечно, шок. Опять долго запрягал? И потом не успел. И долго запрягал, и настроился на легкую работу, себя заставить идти себя перебарывать и заставлять себя через «не могу» работать было очень сложно. А он не дает, он бьет, он тяжелее, он мощнее, и мне это все с таким трудом, и я мучился весь бой. И победа ушла, и я сел после этого, и, конечно, за голову взялся, и вообще... Хотя я бы отбоксировал, по-моему, до Европы, а вот это уже сейчас не помню, с Масамори Токаяма, не помню, до Европы. Об этом поговорим. Дима, вот ты наверняка работал с какими-то комплексными научными группами, у тебя считается сильный тип нервной системы. Я объясняю, почему я спрашиваю. Дело в том, что нужно уметь не только выигрывать, нужно уметь и проигрывать. Это не такая простая наука. Возьмем Насима Хаммеда, одно поражение практически разрушило его карьеру, не все умеют проигрывать. И вот похоже на то, что тебя никогда не смущали поражения. И то, что Европа не выиграла никогда, тебя это как-то раздосадывает? Была цель мира, была цель мира. Европа не интересовала, да? Ну вот такое, да. Крепко переживал ты поражение? Нет, вот Европу вообще не переживал. Знал, почему проиграл, знал, по какой причине. Знал, что виноват сам. И знал, что мог. И меня это нисколько не остановило, я шел дальше. Сильно тебя отбросило поражение, кстати, в строках, в рейтингах? Даже не задумывался. Не задумывался. Даже, честно говоря, вообще... У нас экватор программы перейден, еще очень много вопросов, поэтому, Дим, мы сейчас продолжаем. Я просто недоответил до психологическое состояние, как оно меня выбивало. Вы знаете, после поражений, после побед, после каких-то у тебя всплеск и огорчения, естественно, переживания. Благодаря только одному человеку, я, наверное, справлялся с этими переживаниями. Это, ну, я не говорю, что про лебедя, это я говорю про свою жену. То есть, вот тот человек, который меня мог вывести... Максеры знают, с кем они свою жизнь связаны, в отличие от футболистов. Вот она меня могла вывести, потому что, честно скажу, ей досталось очень сильно, моей жене Татьяне. Она пережила очень серьезные всплески и побед, и поражений. И, ну, вот, наверное, только она, только благодаря ей. Дим, вот вспомнил твой бой. Я помню, это был один из таких первых боев профессиональных наших, которые по телевизору показывали, да, твой бой в Осаке, да, с Такуямой. Вообще, по-моему, он был корейцем, не японец, но это неважно. И вот, вот только что мы про Абази говорили, ты говоришь, не рассчитал силы. И вот здесь, в этом бою тоже ты большую часть боя провел, так сказать, в таком каком-то... Раундом 8, да. Да, как ты не завелся. В каком-то ожидании какого-то яркого всплеска действий. А в конце ощущение было, что у тебя вагон сил еще, а ты не успел реализовать преимущество. Вы представляете, как было? А бой прекрасный был. И помню, все, кто комментировали этот бой, да, все были очень счастливы, что у нас такой боксер появился. Я, ну, насколько я был зажат, насколько я был потерян, когда я приехал в Японию, камеры. Я был довольно юный, я не знаю, какой это год, это, ну, начало двухтысячных годов. И мне было совсем мало лет, и я оказался в эпицентре, в Японии, и я потерялся. Я не понял, это что, это я? Ко мне такое внимание. Вот ты хотел энергетики, ты говорил, я хотел этой энергетики. Вот ты в первый раз, это когда человек после Жигулей садится в Феррари, да, и он не может машину управлять, потому что там все по-другому. И все по-другому. Другие скорости, другие мощности. Я больше, чем половину боя, я просто был зажат. Зажат, зажат. Я был зажат, а это тоже потеря энергии, кстати. Мне не ударить, мне было не ударить. И в тот момент, когда я понял, что мне терять уже нечего в этом бою, после восьмого рамда я пошел в Блисси и начал его бить, и он там не смог ничего. Ну, поезд ушел. Я понимал, что... Но знаете, для себя я понял, что это был семикратный чемпион мира, который защитил 7 раз титул. Я для себя понял, что он был как ребенок со мной. Я его бил, а он не мог сделать ничего. Потом еще не забудем, что азиаты в своем весе всегда самые опасные соперники, самые сильные. Для меня это больше... То есть это поражение, опять же, я думаю, ничего себе, я на таком уровне, и я ему... То есть я не остановился, я пошел дальше. Хотя дальше еще жестче, дальше еще жестче, следующая попытка за титул драться, это еще жестче. Ну вот, давай вспомним, в январе, к сожалению, 2005 года умирает Игорь Михайлович Лебедев, и уверен, что огромный удар это был для тебя, неожиданная кончина, конечно. Конечно. И вот бой с Лопесом. Там какая-то была в твоей команде неразбериха. Не очень готовы были к этому сопернику, готовились к правше, приехал Левша, и он тебя дважды посылал в нокдаун. Тем не менее, победу отдали тебе. Если честно сказать, как бы судьи благоволили к тебе. Ты хозяин Ринга, в общем, был. Что там вообще было-то? Вы знаете, последний раунд полностью изменил рисунок боя, всего боя. То есть была до 10-го раунда была полностью, ну, где-то я, где-то он. То есть была, по сути, рубка с ним, да? Была рубка. Десятый раунд, последний, заключительный, изменил все. Почему? Потому что я два раза оказался на стиле ринга. Что такое? Сил не хватило или зазевался? Нет, здесь... Опускал руку в ненужном месте. И был грешок у тебя такой. Нет, здесь была подготовка, у меня была подготовка немножко выстроена по-другому здесь. Здесь я решил взять и доминировать полностью физической силой, кто кого сломает. Вот, знаете, и психологических... То есть совсем такой не питерский бокс, а именно силовой. Подошел так, силовым боксом, давай кто кого перерубит, вот, ну, где-то и пренебрегая ударами, и, ну, вот, кто кого жестко. И, знаете, к концу боя все-таки он меня поймал и подловил, и был бы раунд два, я не спорю, я, наверное, бы не вытянул этот бой, не вытянул. Ну, ты проверил себя в ситуации именно жесткого боя, рубки. Это такой немножко эксперимент был, наверное, я так понимаю, да, отчасти? Ну, знаете, я тогда подготовился, мне казалось, я настолько сильный, мне казалось, что я физически так готов, что я вот сломаю любого. Я немножко выстроил по-другому свою подготовку к бою. Я готовился... У меня была сгонка веса по-другому сделана, на другом питании, на другом... Ну, то есть я подошел по-другому. Мне дало это силы, но у меня отняла скорость в плане... Свежесть. Свежесть. Вот я забыл о контратаках, я забыл о перехватах на работе на ногах. Я хотел... О миллиметрах, да, работы? Да, я хотел только с ним драться и кто кого перерубит. А то, что там подготовка была, вот левша, правша, это же действительно тоже... Конечно, шок. Конечно, тоже определенный... Ну, не шок, но... Знаете, когда ты полностью готовишься под правшой, тут раз, перед тобой левша стоит. Прицел, да, по-другому уже настраивать надо. Ну, вообще, я там... Ну, какое-то замешательство секундное, но, опять же, Лебедев нас научил. Мы выходили рейтинговые бои, боксировали, мы не знали, кто, что, какой, нам никто никогда не говорил. Мы первые там 20-30 боев своих, я провел... Ну, не 30, 20 боев... Слепое. Слепое. Какое? Скажи, насколько это повлияло, вот эти обстоятельства, на смену команды? Насколько я знаю, ты сменил команду после этого боя? Ну, вы знаете, я команду не менял. Ну, я сменил подход самого себя к бою, да, то есть, подготовку. Я поменял немножко. Команда у меня была. У меня здесь в России тренер, он и сейчас остается тренером моим. Это Костромин Олег Васильевич, это воспитанник, опять же, той же школы, опять же, Лебедев, все это взаимосвязано. Да, это... В Штатах был на тот момент у меня, да, Роч, но они параллельно, Роч меня готовил уже к боям чемпионов. Да, Роч, поговорим. Следующий бой тогда сейчас, наверное, обсуждать. Да, а вот чемпионский бой с Пересом. Абсолютно. В Америке уже, в Америке уже был. Во-первых, Америка. Во-вторых, очень хороший был бой с твоей стороны. Специалисты единодушно отдали победу тебе, несмотря на то, что опять ты немножко там побывал один разок. Ну, вот этот нокдаун, может, и дал людям зацепиться. Все обозреватели американские сказали, что бой должен был отдан быть тебе. Тем не менее, вот... Смотрим эти кадры, сейчас, судя по настроению, как ты будешь радоваться окончанию поединка, верить в то, что ты выиграл, и поднимают руку Некаргуанцу. Как ты перенес вот такое поражение, которое фактически было победой? Знаете, я перенес это довольно-таки легко. Почему? Объясню. Я просто понял, когда оказался там на уровне, я понял вообще смысл и схему профессионального бокса. Что не все в профессиональном боксе зависит от твоих качеств боксерских. Здесь политика. Да, здесь уже, к сожалению, на уровне мирового бокса все завязано на финансах, на очень много интриг. На интригах, манипуляциях, прочее. Да, я как раз попал, у меня очень много было... У меня были суды в Америке по контрактам, у меня были очень разборки серьезные, диалог очень тяжелый с Кингом по поводу этого. Вот Рома Кармазин, вот у нас был Рома Кармазин, он нам рассказал прелюбопытнейшую историю общения с Доном Кингом. Дон Кинг это такой, карабас-барабас. Вот Рома Кармазин тоже там настрадался, и было много таких случаев, когда из-за того, что он не может перевести слова переводчика, нам просто разыгрывают десятки тысяч долларов без его участия. И вот Дон Кинг это такой, с одной стороны, герой, может быть, положительный, он много карьер таких провел, звездных, а с другой стороны, абсолютно... Мошенник. В общем, уличный такой торговец, наркотиками, не знаю, как это назвать правильно. Наверное, я не хочу сейчас не говорить про Дон Кинг и ничего плохого, потому что я все-таки сниму перед ним шляпу, потому что это мега человек, который сделал столько... То есть ты счастлив, что ты с ним работал? Ну, а я... Он меня... Он сделал мне такое, что... Я не счастлив, конечно, нет. Он мне... Он мне... Я сейчас, может, забегаю... Он провел шоковую терапию для тебя, да? Потому что ты по-новому узнал жизнь, да? То есть с новой стороны. Я расскажу. Я пытался с ним заключить... Он хотел, чтобы я с ним заключил контракт, я отказался. И пошел другим путем. И, может быть, не знаю, помните такой момент или нет, но в Москве должен состояться мой бой за титул, или не помню, с боксером Дона Кинга. И я сидел в раздевалке с затепированными руками, практически начинал разминку. И противника не приехал ко мне. Не было противника до день боя. Это... Это... Вот я к тому... Возвращаюсь к тому, что сейчас произошло в бою нашего Лебедева и Гильерма Джонса. Вот когда вот эти допинговые... Это все... Это все Кинга. Изнуряющая процедура, вот эта авантюрная такая, да? Когда все висит, информации много. Поверьте мне, это все Кинг показывает. Посмотрите, что... Что я вытворяю. Да. Это его... Это что? Это такая его игра, да? Ну, я думаю, что отчасти да, что он показывает, что он есть он, а что есть вы, как говорится. А, вот так даже, да? Ну, может быть. Вот я у него брал интервью, он там про балет что-то начал загибать нам. Человек широкий. Четыре строки из Пушкина чуть ли не прочитал мне. Готовился, наверное. Ну, просто вот так же я отказался с ним подписывать контракт. Он сказал, окей, посмотрим. У меня сожрал с Пересом в бою. И в следующем бою мне не привез просто человека на бой. И бой не состоялся. Давай о вершине твоей карьеры, чемпионском титуле, бой с Наварро. Расскажи, как это было и как твое самоощущение было после этого? Просто помнишь, ходырка заполнена. Конец достиг-то того, о чем вы с Игорем Михайловичем мечтали. Ты чемпион мира среди профессионалов. Ну, знаете, на тот момент, когда я отбоксировал с Пересом, когда я проиграл... Смотрим, сейчас бой с Наварро. Я проиграл. Мне казалось, настолько бой красивый, ну, в технических, да, правильных исполнениях. Но вот если посмотреть весь бой, он очень тонкий бой, да. Тут там до последнего, до последнего раунда, вот буквально кто кого, вот кто кого, кто где даст заднюю. И что могу сказать? Очень было тяжело психологически подходить к этому бою, потому что я его знал, Наварро, по спаррингам в Штатах. Я это в фильме у вас говорил, что я с ним очень много провел спаррингов. Малыш, да, черно-белого пара? Да, я проговорил, ну, очень много спаррингов с ним провел. И они приехали в Москву, они сказали, да мы к Кириллову пройдем вообще легко. Вообще, титул наш. И мне, конечно, вот это тоже как-то мотивировало. Я, ну, вот на этот бой вышел умирать уже, как последний шанс в моей жизни был взять титул. Это было бы действительно, если бы я не взял, это было бы все. Потому что, ну, третий раз попытка уже и так, иначе не... Не судьба? Да, да. И знаете, слава богу, все сложилось. Ты чемпион мира, что ты почувствовал в этот момент? Работа сделана или появился новый вкус дальше двигаться? Нет, вот, вот, к сожалению, к сожалению, Наварро, для себя, Наверное, я выдохнул. И это меня расслабило, и это мотивацию какую-то убрало у меня, да, то есть цель. Я стал, я, ну, где-то подсознательно, потому что я, конечно же, думал, я буду боксировать дальше, отстаивать титул. Я до сих пор боксирую, да, мне хочется все равно в ринг выходить. Но именно брать, взять титул, мне уже не было такой мотивации сильной. С Фредерой в общем-то работал и с Игорем Лебедевым. Вот интересно, в чем их отличие было, и, может быть, что-то общее было. Как они тебя, как с тобой работали, чему ты научил всего Лебедева, и что увидел у Роуча нового? Потому что все-таки профессиональный бокс, в Америке ты побывал, тренировался, это несколько иная ступень, с точки зрения опыта американского, да? Вот работа в зале с Роучем, это просто Фредди настолько интересная личность, работяга, и он требует того же, он своим примером заражает. Вот как ты, что ты обрел там? В Фредди очень хороший психолог, очень хороший человек, и, не знаю, я учился от него тоже, да, боксу, да. Но бокс от Лебедева и бокс от Роуча что такое? Ну, это разные вещи, нет, это совершенно разные люди, это бокс от Лебедева, это бокс от Лебедева, а бокс от Роуча это, ну... Нельзя сравнивать. Это несравнимые вещи, да, то есть тут сложно сказать. Ну, просто разные планеты, что даже здесь знаков различия нельзя провести, или что? Что тебя удивило, когда ты у Роуча в зале появился в первую очередь? Ну, понятно, стресс, да, много боксеров новых, понятно, какое-то новое ощущение было, а вот сама методика работы, как на лапах держал, в чем отличие? Ну, вот плюс, скажу, то, что я не работал, а Лебедев никогда в жизни не держал на лапах, никогда, он был противник вообще этого, у него был свой к этому... Какая любопытная деталь, что же мы умолчали-то? Ну, у него был свой подход, он никогда, да, то есть... Вот Горшков, например, только на лапах тренировался со своим тренером. Ну, он считает, что это ловит удары, у него своя методика, но вы знаете, когда я говорю, что я приехал, там очень много работают, Роуч на лапах держит, он живет этим практически, он в ринге целыми сутками стоит и держит. На лапах всех. Вот. И я научился, да, работать на лапах, впрочем, вот это для меня было открытие, потому что в первый... Ну, то есть, у меня не получалось, я не умел это делать просто. Я научился и понимал, что мне это нужно, да, для профессионального бокса. Потрясающие подробности. Я даже не догадывался, что так вот было круто, что ты на лапах не работал. Большое значение придаешь работе на лапах. Никогда. И Роман не работал у Лебедя, никто не работал на лапах, никто не... Дима, вот очень неприятный придется затронуть вопрос, я бы даже сказал, он центральный в нашей программе. У нас с Алексеем есть такое понятие, синдром Дмитрия Кириллова. Что мы обозначаем этим понятием? Это когда ты стал чемпионом, когда ты дрался в чемпионских боях, обнаружилось вдруг, что у тебя на родине огромное количество недоброжелателей. Мы никак не могли понять, почему это? Почему наш боец не находит поддержку? Почему потом эстафета от тебя перешла на Поветкина, на Лебедева, их тоже огромное количество людей не любило. Почему у нас это так вот? Ни в одной стране мира такого нет. Ни минуты у нас осталось в эфире, давайте как-то... Вы знаете, а я вот понял к тому, что их-то надо любить. И я какое-то время тоже злился, думал, как так, как так. Рому, наверное, это больше мотивировало, вот честно скажу, ну, то, что... Да, меня это сейчас, ну, вот я, например, я понимаю, что это, ну, значит, вот так вот, значит. Я, наоборот, к этому относиться стал спокойно. Я раньше переживал очень тоже, там, читал какие-то эти отзывы, там, это, кто тебя закидывали, там, да ты там никакой, там, да этот вообще мертвый, да он там... В чем причина такого отношения? Да, причина. Нигде ведь такого нет, ни в одной стране мира. Ну, Ковалев, Сережа, сказал, что, говорит, в Америке, ну, не нравишься ты, ну, как минимум, не нравишься. Здесь же обязательно уточнят... Ну, здесь у нас сидят люди за телевизором, и они себя стратегами, видя бой со стороны, мнят себя стратегами, видя бой со стороны. Ну, ты уже вылечился от этого, от этой травмы? Все-таки была травма, я думаю. Была травма, была, была. Я, да, я говорил, озвучил, что мне было неприятно, я очень переживал, как так. Я еще со штата вернулся, и мне... И я думал, как, я вот был чемпионом, не ощутил этого толком. Ну, я понимал, что я был там, в Америке, но когда я приехал, я ощутил только, что я не был чемпионом, а что ты вообще... Дима, а еще такая подробность, у нас программа подходит к концу. Тебе, когда было рассечение после этого боя, тебе же никто не повез в больницу, там, тебе помогли посторонние люди, отвезли, по-моему, в Боткинскую больницу или куда-то еще, отвезли, тебе зашили, просто добровольцы буквально. Что это за организация такая? Чемпионского боя? Да, было много случаев. Я зашивал свое рассечение, на следующий, через сутки, мне доставали из рассечения весь вазелин, который там уже половина засохла, и мне было очень неприятно и больно. Дима, осталось буквально у нас пару минут. Значит, бой с Дорчаняном, это такой был для тебя шок, просто это фантастический ураган, Виктор Чанян, бой, через перчатки удары страшные. Почему оказался не готов к этому поединку? Ну, повторюсь, что, опять же, мотивация. Я выходил абсолютно ровно, я вообще не переживал в этом бою, у меня не было ни мандража, вот это, наверное, и сказала злую шутку, потому что, ну, нельзя так спокойно выходить на бой. То есть ты был спокоен, да? Хотя Дорчанян заводил тебя перед боем, да, он угрожал же, помнишь, он всегда забыл. Вы знаете, вот я такой человек, что мне чем больше напряг, я тем, вот я вот как танк, наоборот становлюсь. То есть у меня это никак не трогают, я внутри это могу подержать, но... Как сказал Лебзяк, кого-то страх парализует, а меня он мотивирует, да? Ну, меня вот даже, я говорю, что мне вообще ровно, ровно. И я выходил вообще как, вот, без эмоций победы выиграть, да, без эмоций показать бокс хороший, без эмоций, вообще, то есть не было эмоций. Я выходил просто холодный. Правда, что он так сильно бьет, даже руки отбивает? Ну, это вы сейчас тоже на самом деле... То ту защиту, которую я принимал на руки, он через нее пробивал. То есть с кем-то я мог на себя принять, на защиту, не на голову, а на защиту, через руку. С ним проходило через защиту удары. Может быть, надо было шаг в сторону делать в приеме? Опять же, это уже сейчас я могу анализировать. Почему спрашиваем? Время-то прошло. Я могу анализировать, что все-таки, вот, вот, с Дорчиняном надо боксировать было, как Лебедев учил, а не как я уже набрался в Штатах, вот, этот боксерский силовой бокс. А вот если бы я боксировал, как, был бы Лебедев жив, я бы сто процентов его, я не дал бы по себе попасть ни разу. Дим, и так сейчас ты работаешь с боксерами, уже с профессиональными, как-то мы видели тебя, ты Бахтова Дениса секундировал, сейчас ты с Эдиком Трояновским работаешь. Как вообще, нашел ты себя на этом поприще? Чувствуешь вдохновение? Да, вот сейчас почувствовал, ну, даже не вдохновение, а я почувствовал то, что я могу дать, то, что не хватает именно боксерам, профессионалам. Они, ну, не было у них этого, да, вот, они выигрывают, но основ не было, основ. Я вот боксировал, мы боксировали все, у нас были основы, мы их всегда придерживались. Дим, наша программа подходит к концу, обо всем хотели поговорить, не обо всем успели, ты провел недавно свой бой очередной, не хватает тебе, видимо, адреналина, но ты вновь на территории бокса с нами был. Спасибо, друзья, в эфире был Дмитрий Кириллов, Илья Рябцев, Алексей Гусев. Смотрите территорию бокса на канале «Боец» два раза в месяц. Дим, спасибо большое, что пришел. Спасибо вам. Рады тебя видеть. Спасибо вам, друзья. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин